всем привет друзья с вами снова аквамена сегодня мы с вами будем собирать хитро выдуманное устройство фонтан герона в чем же суть смотрите жил некогда примерно 2 века до нашей эры некий ученый которого звали фонтан герон александрийский точнее его звали который и выдумал сие остроумнейшее устройство которое впоследствии легло в основу различных наук о воде смысл вы можете увидеть сейчас на картинке на экране слева и в общем то суть такова что у нас имеется три сосуда два из которых герметичные это вот нижние 2 и верхние открытые сосуды располагаются друг над другом соответственно если во втором сосуде у нас имеется некоторое количество воды и мы наливаем верхний сосуд еще воды нас вода из верхнего сосуда начинает просачиваться в нижний сосуд вы вытесняя из него воздух воздух из нижнего сосуда проходит во второй сосуд и там вытесняет воду которая собственно и выливается верхний сосуд и образует некое подобие фонтана смысл должен был быть заключаться в том что вода которая вот выливается из фонтана она опять просачивается Опять выдавливается, просачивается и все так может бесконечное количество раз повторяться Но на самом деле существует огромное количество факторов, которые мешают тому, чтобы это действие происходило бесконечное множество раз Ну вот такие факторы, как шероховатость внутренних трубок, о которой вода замедляется Такие факторы элементарно, как испарение и многие-многие-многие другие Сегодня я попытаюсь это устройство вместе с вами собрать И несмотря на то, что в интернете пишут, что даже пятиклассник это может собрать На самом деле я возился с этим устройством три дня, еще потом целый день его дорабатывал, чтобы оно хотя бы хоть как-то работало Да, естественно мы с вами не будем брать готовые какие-то сосуды, но все-таки мы аквариумисты Мы возьмем оконное стекло 4-х миллиметровое, а в некоторых местах и 3-х миллиметровое и начнем все это склеивать Первый самый нижний аквариум сосуд склеен Наверх вырезана крышечка из пластика для того, чтобы в нее можно было продеть трубки Это не простые трубки, это палочки от леденцов-сосунцов Когда-то, в прошлом наверное, съеденные честно мной и не только мной Соответственно наконец они пригодились, я уже думал не настанет никогда их время И вот оно, вот момент их славы Сейчас я хочу сделать из этих трубок Мне понадобится во-первых одна длинная трубка, которая будет соединять нижние и самые верхние сосуды Ну и две трубки покороче, вот сейчас я буду все это дело склеивать Подрезаю ту часть, где у нас какая-то выемка есть на трубке Немножко наждачкой все это дело зачищаю, чтобы у нас поверхность была ровная хотя бы Чтобы две трубки у нас могли состыковаться нормально И склеиваю все это дело суперклеем Потом еще несколько раз проклеиваю сам шов, само место склейки И таким образом получается отличнейшее соединение Здесь следует помнить, друзья, что не нужно заливать внутрь суперклеем Внутри должно быть отверстие, по которому, то есть по этой трубке у нас будет циркулировать вода Еще какой момент, несмотря на то, что фонтан этот вечный И в интернете гуляют ролики, в которых если хорошо присмотреться Можно увидеть 25 кадры, где весь секрет все, в общем-то, этого раскрыт, действует На самом деле кто-то ухитряется туда, умудряется вставить какие-то микропомпочки Которые качают воду и создают эффект вечности Завораживающий этот эффект течения воды Но этот фонтан не только не вечный, он краткосрочный Вот в моем случае, в моем случае, ну даже минуту он не бежит Тем не менее, довольно-таки забавная вещица Забавный какой-то аксессуар, который может убить время И, в общем-то, интересно было за всем этим понаблюдать Сразу хочу сказать, что лучше брать объем побольше Тогда, соответственно, у вас будет больше, дольше по времени все это дело циркулировать Все это дело протекать И еще хочется сказать, что есть множество разновидностей этих фонтанов Да, причем мы сейчас, то есть вот сейчас мы с вами соберем ту, которую не нужно перезаряжать Почему? Потому что оригинальный фонтан, да Он, когда у него вода вся вниз уходит Нужно как-то из нижнего сосуда эту воду доставать Вкачивать немножко во второй сосуд и дальше опять в верхний сосуд наливать Наша же вот эта вот конфигурация Ну, она не наша, ее посмотрел в интернете В общем доступе все это есть Соответственно, эта конфигурация позволит после нескольких переворотов Снова запустить наш механизм водокачающий И этим эта конструкция мне и приглянулась То есть не нужно каких-то особенных водных процедур здесь проделать Выкачивать, откачивать, закачивать Но я глубоко ошибался, друзья Я очень ошибался Хотя бы потому, что выбрал вот такой вот маленький объем Сейчас я что делаю? Смотрите, у меня одна трубка проходит практически до дна То есть до дна она не достает, ну там может миллиметров пять И она у нас упрется в дно самого верхнего резервуара То есть из верхнего резервуара у нас будет вода стекаться Как раз таки вот это нижний наш аквариум И вторая трубка у нас она вставлена практически под потолок нашего аквариума По этой трубке у нас будет гоняться воздух Да, опять-таки существует огромное количество этих вариаций Конфигурации этих фонтанов Мы выбрали пока что герметичную Полагая наивно, что это самый простой вариант И оказалось, что это все дело не так Еще раз говорю, лучше взять, чтобы поразиться сию действую Взять сосуды побольше И диаметр трубок тоже можно взять побольше Тогда у вас прям струя, струище будет сочиться Бить в потолок вашего жилища И тогда все это дело будет очень эффектно смотреться У меня же не очень эффектно в итоге это получилось Но, 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 мы с вами так как аквариумисты Я все-таки попытался, попытался впоследствии создать некую композицию Чтобы это все не так было сухо, не так просто мозолило нам глаза Это башня трехэтажная И сейчас я занимаюсь тем, что склеиваю сосуд, короб под второй ярус Под средний ярус Для этого я просто в двух местах переднее и заднее стекло мажу И собираю прямо практически на столе Вообще, опять-таки, можно это все собрать было еще быстрее Да, можно одновременно было склеить три аквариума Дальше состыковать, все без проблем Я до этого допер, только когда второй аквариум начал клеить Но ничего страшного, ничего страшного в этом нет Соответственно, сейчас настал момент приклеить нижнюю крышку Крышку нашего нижнего сосуда И смотрите, я вот это как все делаю Колбасу мажу и приклеиваю пластик Здесь у нас приклеится к стеклу нормально Потому что каких-то особенных здесь требований к прочности конструкции нет Тем более, что объемы маленькие У нас, в принципе, ничего здесь давить не будет так сильно Поэтому можно и воспользоваться, в принципе, силиконовым герметиком Для склеивания пластика и стекла Да, сразу же начинаем склеивать самый верхний резервуар Который будет представлять собой перевернутый тоже аквариум То есть, смотрите, у нас получается снизу и сверху аквариум И по центру у нас ярус, который отделен от нижнего и верхнего аквариума Будет пластиковыми прокладками Ну, то есть, донышко и потолок Вот, сейчас я собираю, опять-таки, верхний аквариум, верхний ярус Если, друзья, кто-то из вас, а я знаю, что кто-то из вас уже точно эту конструкцию видел То есть, само устройство Фонтан Герона Вы напишите в комментариях, какие моменты здесь еще стоит учитывать Кроме объема и кроме высоты, о которой мы в дальнейшем поговорим Соответственно, напишите вообще, собирали ли вы это или нет И будет интересно посмотреть Потому что и заранее я в инстаграме выпиливал эти фотки, да, посмотрели И удивился я, на самом деле, что реально знают о таком устройстве Потому что я о нем узнал недавно Мне его вообще прислала подписчица, за что и огромнейшее спасибо Я не мог просто пройти мимо И мне было самому интересно практически как ребенку Как все это работает Потому что, ну, это волшебство Это чистой воды магия и волшебство Сейчас я приклеиваю самую верхнюю крышку всей нашей конструкции прозрачную И стараемся не слишком ляпать наш верхний аквариум Хотя впоследствии откуда-то там появились странные следы Странные следы отпечатков пальцев Сейчас я приклеиваю наш второй ярус Тоже на герметичную колбасаню Которую по периметру наношу на нижнюю часть Приклеиваю У меня, в принципе, здесь даже вторая часть Она до конца не просохла Здесь главное, чтобы схватилась Потому что впоследствии все это дело, естественно, просохнет А если еще и влажная среда будет во влажной среде Герметик быстрее сохнет, это факт То есть у нас получается такая конструкция Сейчас мы делаем крышечку для нашего второго яруса Для этого нам необходимо будет разметить Где у нас будет сливное отверстие То есть отверстие, которое будет соединять третий ярус И самый нижний ярус То есть через это отверстие у нас будет сливаться вода Из верхнего яруса в нижний ярус И, пожалуй, это один из самых сложных моментов В сооружении этой конструкции Честно сказать, то есть до конца я Не знал, будет ли все это делать, работать И вот то, что я сейчас собираю, вот прям вот как сейчас Оно не работает Оно не работает, поэтому придется это все дело дорабатывать И мы с вами все это дело доработаем В видео, естественно Просто здесь у меня сейчас пойдет сверху накладка декораций всяческих На верхнюю площадку И я не мог все это дело обрезать, пропустить Просто досмотрите до конца Сделайте выводы Может отпишитесь что-то в комментариях И сделайте свой мега фонтан Мега огромный, мега крутой фонтан И потом похвастайтесь нам Соответственно сейчас смотрите Я монтирую трубку, которая у нас будет соединять Второй ярус и первый ярус То есть здесь опять практически до дна трубка доходит По этой трубке у нас будет выходить вода И это собственно и есть то отверстие Через которое живительная влага будет бить ключом И озарять своим журчащим звоном уши зевак Ну и мои уши собственно Сейчас я приклею палочку от леденца-сосунца Осталась только цветная Ничего страшного, будем цветную монтировать Вообще друзья, если вот эту конструкцию То есть как впоследствии получилось Немного аккуратнее сделать В какое-нибудь бревно спрятать То есть добавить подсветочку Светодиодную ленту RGB-шную какую-то В принципе выйдет вполне себе Симпатичный аксессуар Для комнаты Настольная какая-то Настольная какая-то безделушка В принципе это все дело имеет место быть На мое же усмотрение Слишком много Заморочек каких-то Слишком много моментов И в большей степени Это все как-то экспериментальным образом Все прочувствовать можно То есть на ощупь И впоследствии у меня кстати сказать Выяснилось что в некоторых местах Пластиковые крышки Они не плотно прилегают Из-за того что Уровень стекол Вот он разный немножко И пришлось мне впоследствии В некоторых местах Все это дело проклеивать Подклеивать Но ничего страшного В этом я абсолютно не увидел Сейчас мы монтируем уже Крышу нашего второго яруса Смотрите чтобы у нас В отверстие попала трубочка Мы видим что в принципе Она вот прям четко туда Встала Впала И это как раз таки хорошо Все стыки я проклеиваю Суперклеем Нам напомню Необходимо добиться Герметичности Как раз таки Вот этих двух первых этажей Чтобы нигде ничего не сквозило Не сифонило И запоминаем Вспоминаем Что все отверстия нам тоже Нельзя заклеивать Поэтому Впоследствии когда будем работать Мы это отверстие заткнем палочкой Веточкой Чтобы оно не забилось И сейчас приступаем Уже к укладке нашего декора Потому что Ну просто палка Торчащая из Вот этой всей башни И выдающая воду Это слишком скучно На мой взгляд Поэтому Немножко все это дело Под природим Немножко так сказать Сейчас я приклеиваю камни Здесь каких-то критериев нет Единственное на мой взгляд Если у вас Конструкция будет Прям вот вы Ее на всю жизнь создали Лучше внутрь Лить осмос Во-первых Во-вторых Лучше Какие-то пылящие Растворяющиеся Декорации Не использовать Типа Песчаника Потому что Скорее всего У вас потом появится Налет Наплывы И лучше Лучше Наши Сопла И в то же время Песчанируете Вы Лучше Заранее Собрал Собрал Всю Эту конструкцию Башню Трехэтажную Кстати сказать У меня По сторонам Получается 8 на 8 сантиметров То есть Снизу и сверху У меня Кубы Насколько я помню Средний ярус У меня по высоте Где-то сантиметров 6 То есть Она в принципе Довольно Компактная Но 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 Этого объема На мой взгляд Не хватает Во-первых Чтобы запустить Конструкцию Во-вторых Чтобы Вода Долго Циркулировала И Еще Впоследствии Я пытался Естественно Эту ситуацию Свести на нет С плохим запуском Я Пытался Вставлять Иглы Вкачивать Воздух Вкачивать Воду Выкачивать Воздух Вкачивать Воду В некоторых Местах И все равно Вот именно В данной Конфигурации Эта конструкция Не сработала Именно поэтому Мне пришлось Самый нижний Ярус То есть Вот стеклянную Его часть Нижний Самый аквариум Отрезать От герметика Делать на него Отдельную крышку И соединять Нижний ярус С вторым И верхним Ярусом Посредством Силиконовых Шлангов Тем самым У нас Увеличивается Расстояние Между нижним И двумя Верхними Ярусами И у нас Фонтан В общем-то Высота Биения Воды То есть Высота Фонтана Нашего Она зависит От того На какую высоту Мы поднимем Как раз таки Верхний 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 Второй Составлены И тогда И тогда Тоже Высота Фонтана У нас Получается Вообще Большая Сейчас я Приклеиваю Какую-то Имитацию Полузасохшего Дерева Чтобы не так Все скучно Было И давайте Все дело Собирать То есть Я приклеил Я налил В нижний Точнее Даже не нижний Это верхний Ярус воды Затем Намазал На этот Верхний Ярус Верхний Аквариум Силиконовую Колбасу Колбасню И сейчас Буду Аккуратно Вставлять Нижние Два Яруса То есть У меня Вверх Тормашками Будет Сядь Конструкция Здесь Друзья Следует Помнить Что Сначала Нужно Все это Дело Проверить Входит Ли У вас Верхний Ярус Чтобы он Нигде На камни Не попадал Нигде Не упирался Чтобы все У вас Туда Влезло Дальше Ждем Некоторое Время Запускаем И ничего Этого Не работает Совершенно Вообще Никак Не функционирует Поэтому Было Принято Решение Разрезать И сделать Некие Опоры Конечно Это уже Пошел Колхоз Но Мы должны Были Добить Этот аквариум Эту конструкцию И посмотреть Чтобы она Вся Работала Такая Получается Штука Для того Чтобы ее Запустить Нам необходимо Перевернуть Конструкцию Тогда вода Из нижнего Самого Яруса Перетекает Во второй Ярус Затем Нужно Просто Перевернуть И Казалось Бы Все Но Нет Нет Потому что В верхнем Ярусе Тоже Должно Оставаться Немного Воды Именно Эта Вода Как раз Таки Она И будет Толчком Волшебным Пендалем Для того Чтобы Запустить Весь Этот Механизм Вода Циркуляция Очень долгое время Пытался Как-то Растребушить Эту воду Чтобы она Попала В верхний Ярус Туда-сюда Наклонял В итоге Вода у меня Попала Переворачиваем И можем Наблюдать За тем Как у нас Начинает Струиться Вода В самом Нашем Верхнем Вот этом Аквариуме Небольшом Сейчас Я вам покажу Видим Что какие-то Там Происходят Процессы Перегонки Воды Откуда-то Куда-то Вот выходит Воздух У нас Очевидно Что из Самого Верхнего Яруса Потихонечку Пробовал Я Кстати Руками Пальцами Продавливать По шлангам Этот воздух Ни к чему Это не привело Опять-таки Главное Чтобы сверху У нас Была Вода И вот Она Волшебная Капелька Потому что По-другому Это никак Не назовешь Капелька Которая Размазывается По верхнему Камню Совершенно В принципе Не там Течет Где Нужно Вот такая Вот Занятная Штуковина Я Честно Сказать Радовался Как ребенок И все Радовались Кто это Увидел И один Только кот Был недоволен В самом конце Его реакцию Можно будет Посмотреть Он долго Думал Что сделать И в итоге Решил Что это Все Фигня Переснимаем И чуть ли не Отбросил Всю эту Конструкцию Вот Сверху Мы видим Что у нас Вода С самого Верхнего Яруса В нижний Ярус Уходит И тем Временем С второго Яруса У нас Как раз Таки Вода Уходит В верхний Ярус Еще раз Повторюсь Занятная Вещица На целых Три Четыре Дня У меня Это Занятость Ушла И все Таки Опять таки Мне было Само Интересно Посмотреть Сейчас Еще Я Ну все Таки Ну что Это За струя Такая Прям Она Какая Никакая Вялая Струя Вот Остатки Выходят С пузырями Я Сейчас Крышу Верхнюю Сорву И Оторву Камень Который Прикрывает Наш Весь Поток Вот Смотрите То есть Во втором Ярусе Есть вода Наливаем Верхний Ярус И У нас Появляется Вот он Волшебный Фонтанчик Наш Появляется Который Замечательным Образом В некоторые Моменты Даже По высоте Больше Чем Сам Аквариум И Вот Соответственно Наш Главный Цензор Который Отвечает За То Выйдет Ли Видос Или Нет Тут Он Ответил Что Нет Все Рано Мы Видос Выпустили На этом Все Друзья С вами Был Аквамен Пишите В комментариях Всем Пока Пока Субтитры